Я всегда в гости. И я себя очень неловко чувствую, поэтому если в чем-то я буду успевать, вы, пожалуйста, меня простите заранее. Меня попросили рассказать мою историю компании. И надо, наверное, начать с того, что, вы знаете, в жизни у меня все хорошо. Бывают люди, у которых в жизни все хорошо? Вот до компании «Арифлейм» у меня было тоже все хорошо, потому что рядом со мной были люди, у которых все было плохо. И когда ты рядом увидишь людей, у которых плохо, ты понимаешь, что у тебя все хорошо. И тебе некогда смотреть на людей, у которых лучше, потому что, понимаешь, тогда у тебя плохо. И, вы знаете, я точно знала, что я никогда не буду работать в сетевой компании, потому что до прихода в компанию «Арифлейм» я была учителем физики средней школы, я отработала 12 лет преподавателем, имела очень хорошие результаты, и ушла из-за школы только по одной простой причине. Мне просто не хватило денег на кофе. Вы знаете, в 28 лет, я работала 17 лет в школе, в 28 лет у меня была первая категория, мои дети занимали в Минске на Олимпиадах первые места, они поступали замечательно в институты, а моя подружка позвонила мне и сказала, «Лев, ты знаешь, давай встретимся, попьем кофе». Я открыла кошелек, а, знаете, я живу, кто мне представляет, в общем, есть же на разных концах, я на западе, а она в шабанах. И человек, у которого все хорошо относительно тех, у которых все плохо, приглашает пить кофе на кухню. А человек, у которого хорошо просто, предлагает выпить кофе в кафе. Кстати, кто вчера пил кофе в кафе? Значит, у вас хорошо относительно тех, у кого плохо. И в результате я поняла, что просто нет денег. Знаете, в тот момент я очень хорошо помню вот это ощущение. Я понимаю, квартиры нет, это большие деньги, машины нет, это деньги поменьше, но ее нет, шубы норковой нет. Причем я так хорошо помню, я вам уже спросила, скажи, пожалуйста, а когда вы купите мне норковую шубу? Муж мне сказал, вот как только купим машину, на которую мы копим, сразу начнем копить на норковую шубу. А на вопрос квартиры, вы знаете, это правда удивительно, я помню, я позвонила в исполком, в нашем исполком, в Минске, в Фрунзенского района, и абсолютно серьезно спросила, скажите, пожалуйста, вот мы в 1994 году встали на очередь на квартиру, а когда нам вот вообще, ну, хотя бы так, приблизительно, когда рассчитывать? Женщина, видимо, с хорошим чувством юмора мне сказала, знаете, пока не умрут те, кто в 88-м стану учить, поэтому вы пока не умеете. На самом деле в вашей жизни нам тоже очень часто такие вещи говорят, просто, когда ты теряешь надежду жить хорошо, ты этого не слышишь. А у меня была вот эта все время надежда, я всегда хотела жить хорошо, я всегда хотела жить хорошо, я хотела жить очень хорошо. И когда мне хватило денег на кофе, я вдруг поняла, что я даю открытые уроки на город Минск, меня выставляют как молодого специалиста, у меня ничего нет, ладно, квартиры машут много, много вышел, у меня нет денег на кофе. Я поняла, надо что-то делать, я поменяла профессию. Просто у меня два высших образования, я могу себе это позволить, потому что я воспитанник советской страны, и всегда считалось, что образование предполагает хорошие заработки. Поэтому я закончила физический факультет ВГУ университета и радиотехнический институт. Поэтому я ушла в другую сферу, я ушла в банковскую сферу, и начала строить там карьеру, это был расчетный центр национального банка, это самый престижный банк нашей страны. И в момент, когда меня пригласили в Арифлэм, я поднимала с нуля профессию, я была ведущим экономистом национального банка. Я за 4 года сделала очень хорошую карьеру, я пахала как коня. Потому что, если вы привыкли себя уважать, то первое, что для вас важно, как говорят о вас, как о специальности, правда? Не вот эта вот милая девочка пошла, не вот эта вот девочка, у которой красивые ноги, а вас говорят, как о специальности, какой вы. и когда я была ведущим экономистом, мне позвонила знакомая и сказала, она работала в банке тоже, в другом отделении, она сказала, Лена, ты знаешь, может тебе что-то? Я в Арифлэм, она сказала, я в Арифлэм. Может тебе что-то надо? Я сказала, вы что? Конечно, мне ничего не надо. Такой нестандартный ответ. Конечно, мне ничего не надо. Потому что я говорю, я оттого всем надо надо, да? Я вообще шучу, это была шучка, это звучит. И я, вы знаете, что очень хорошо помню, я сказала, нет, ей, передаю спасибо. Кстати, это моя знакомая. Вы знаете, до этого момента я ее видела в жизни дважды. У моего мужа был друг, это была его подруга. Вот такая моя знакомая. Я сказала, нет, Люда, спасибо, не надо. Но, вы знаете, я так хорошо помню, я кладу трубку и думала, я думала, что она умная женщина. Она любящий экономист Национального банка, она в Арифлэм. Думаю, ну вообще, приехала. Я искренне считала, что в сетевом маркетинге работают только несостоявшиеся в профессии. только люди, которые ничего не могут взять в другой сфере. Только люди, у которых вообще не хватает ума сделать что-нибудь хорошее, большое. И поэтому я к сетевому маркетингу так и относилась. Но потом, к счастью, наступились праздники и мне нужно было кому-то из подруг что-то купить. А на рынок не хотелось идти, я позвонила Люде, говорю, слушай, может, там у тебя что-то есть? Насколько? приходи. Я пришла к ней. Вы знаете, я 10 минут к ней шла, ну там, Лизинка, живем? Я точно понимала. Сейчас начнется. Лена, надо зарегистрироваться, ты знаешь, это не хватит, но я же точно... Я очень 10 минут шла на войну. Понимаете, я собралась и иду, понимаю, только вы не залились, только вы не залились, только вы не залились. Я пришла к ней и мне очень долго Люда вспоминала, что вместо слова здрасте я ей сказала, только невздумай мне не давать чего-нибудь подписывать. Вот так начался мой вход в компанию Алиса. Мы 2 часа сидели, пили кофе, я тогда еще курина, мы курили, смотрели, и вот я набирала там какое-то... Знаете, что дарят подружкам? Хоть бы кто подарил стиральную машину. Знаете, все же дарим что? Гелики, мочалочки, мылки, от богатой жизни. Знаете, что такое? Средства гигиены. И вот эта вот кучка так растет, 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 и она мне каждые 20 минут плена. А если зарегистрируешься, то мылки будет стоить столько. А я ее гордо любила, у меня приличная профессия, потому что я не могу себе позволить три мыла купить. Все, может, не было. Но вы знаете, в конце, когда кучка выросла, я взяла карикулятор, потому что на подкорку-то все равно записывается скидка, скидка, она же все равно пишется, да, даже если я сижу и бью все это. Я взяла калькулятор, посчитала, и знаете, что оказалось? Что если я там что-то подписываю, я забираю вот эту всю кучку, и у меня в кармане остается пять тысяч. Понимаете, в этот момент не надо быть ведущим экономистом. Ты понимаешь, что у тебя в кармане остается пять тысяч. Я ей сказала, ну не сижу, что надо подписывать. Ребят, правда, она чуть не упала со стула, потому что вот это ощущение моей борьбы против два часа было очень таким достаточно агрессивным. И когда мы зарегистрировались, мы, ну, я отдала деньги за это, я сказала, все, спасибо, забрала свой пакет и ушла домой. На этом регистрация в компании Алисаин была закончена. Но мне очень повезло со спонсором, очень повезло, потому что девять месяцев, девять месяцев она мне не давала жизни. Девять месяцев она мне звонила. Вы знаете, сначала самый страшный этап развития дистрибьюторов компании называется «Придите на школу». Понимаете, и вот она мне а она такая умная, понимаете, она стала звонить на рабочий телефон. Система же одна, да, она звонит на рабочий, ты не можешь не снять, но это еще было восемь с половиной лет назад, поэтому сотов это еще реально не было. Вот, и она мне каждый раз «Лена, давай, пойдешь на школу», а ей такие доводы серьезные, понимаете, серьезные. Вообще, если бы я ходила туда, куда я ей рассказывала, я была бы, наверное, великим музыкантом, критиком, как минимум, музыкантом, пловцом, в общем, я не знаю, я была бы безмогучей, ну, хорошим специалистом во многих областях, потому что я хотела то в филармонию, то в музее, то в театр, то в бассейн, в общем, правда, у меня как-то была такая культурная жизнь, хотя на самом деле я вам могу сказать, люди, которые работают, у них только два способа отдыха, первый способ дома на диване, а второй на работе перед рабочим столом, вот они сидят в этот момент, работают и отдыхают, потому что больше нет, потому что банально нет денег, и ощущение, что работать надо, это вообще такая, ну, такая грустная история, я вам рассказываю, все вы это знаете, только не думайте, да, знаете, но не думайте. вот, и, короче говоря, Люда мне звонила, знаете, каким словом взяла? Я говорила, Люда, нет, все, не звони мне больше, даже вообще не звони, ты меня поняла, я никуда не пойду, знаете, я называла таким словом нежно, с той стороны, так мюкающая, еще не спрашивали, не пойдешь, не пойдешь, Леночка, ну, почему? И у меня просто не было аргументов, понимаете, я ей рассказываю, почему я не иду, а тут, ну, почему? В общем, я себе поставила галочку, думаю, все, надо идти один раз, только один раз, чтобы вообще прийти, и сказать, Люда, я ей так и сказала, Люда, вы знаете, я сейчас с тобой один раз схожу, все, никуда, больше никогда, и тут, боже, он же согласился, зачем, ну, ладно, прихожу, квартира, это сейчас, когда, знаете, сервисный центр, я, что-то тоже, недавно, что-то, как мы раньше людей на квартирах регистрировали, представляете, говорим людям, придите с паспортом, в 7 вечера, по такому-то адресу, дверь будет открыта, если что, возьмите подружку, и вот мы сидим, значит, комната такая, мы сидим вокруг, и у доски стоит Юрий Павлович со Светлана Виктором Ильичичниковой, вот опять же удивительно, такие мощные, сильные лидеры, такие яркие, такие умные, такие, ну, правда, уникальные лидеры, просто, ну, великое слово, короче, о них. Вы знаете, я их особо не помню, но я помню, были они там, ну, стояли они там, ну, говорили они там, что-то, я их не помню. А знаете, почему не помню? Потому что я все знала. Они говорят, вы знаете, в арестмаре есть деньги? Знаю. Вы знаете, там люди зарабатывают? Знаю. Вы знаете, там люди могут ехать, будешь это? Знаю. Не имею прав, там, все знаем. Мне повезло, потому что в тот момент на это мероприятие позвали женщину, она была гостью, это директор компании «Рифлейм» Тамара Гвоздова. Она была очень большая. Эта женщина в 57 лет, в тот момент, мы говорим о таких мерах, она рассказывала о своей жизни, она рассказывала о том, чего в моей жизни никогда не было, она рассказала, что она одна растет ребенка, что она очень мало зарабатывает, что она там зарплату получит, долги отдат, через две недели опять долги наберет. Ну вот какая-то такая история жалостливая, знаете, очень жалостливая. Там курицу куплю, на пять частей разделю, там пять дней варю. Я на нее смотрю, думаю, ну вообще, конечно, обалдеть. Вы знаете, что меня поразило? Ей было 57 лет, она стояла на месте, потому что у нее было очень большого веса. Это был однозначно больной во многих частях тела человек. У нее был удивительно занудный голос. Никакой. Вообще никакой. Вот он, знаете, на одной стене вот так вот тянулся, вот так, причем такой пищащий какой-то. Вообще никакой, короче. Я на нее смотрела, и она рассказывала о том, что вы знаете, все были против, родственники были против, но когда я стала директором, я пришла домой и принесла первые 800 долларов, вот так их положила. Я думаю, я помню, если вы смотрите, я думаю, обалдеть. Просто восемь с половиной лет назад ведущий экономист Национального банка с хорошей карьерой зарабатывал очень хорошо. 350. Страна получала еще больше, 220. Кстати, вот так интересно, отмотаю восемь лет и опять 350. Хорошо? Мне ничего не было. Вот странно, да? Только зеркало так. Подходишь к зеркалу, думаешь, все те же из года, а? Деньги те же, зеркало тоже изображение. А чувствуешь себя также значим, да? Вот. И я помню, для меня это было такое вообще удивление большое, понимаете? Я думаю, что я заработала много, 350 долларов, а она вот так положила 800 долларов. Вот жест хороший, я поднимаю, прям прям вижу это все. Она говорит, и сын мне сказал после этого, мама, ты знаешь, наверное, в этом что-то есть. Я когда вот это услышала, я стала дальше слышать, что говоряла, потому что для меня это было, правда, очень впечатляюще. И Квоздова Юрий Павлович, вот такой очень энергичный, такой очень харизматичный, импульсивный человек, тамара, тамара, ну расскажи, а что ты делала, а что ты делала, чтобы стать директором? Он так сказал, я говорю, ну знаете, мне говорили, приглашай людей. Я их приглашаю. Я на нее сижу, смотрю, ничего это просто. Потом я говорю, тамара, тамара, ну расскажи, ну вообще, ну а как ты работала, ну а как ты работала? Вот вы знаете, пока на школе сижу, буду работать. А когда в троллейбусе от школы до дома доеду, не буду работать. Я понимаю так, значит понятно, на чем мы маемся. Вы знаете, я, поскольку я закончила радиотехнический институт, я системный аналитик. У меня такая профессия, когда ты берешь данные, анализируешь, выкидываешь все лишнее, упрощаешь и получаешь результат, да, чтобы вот чистенько, без ошибочек. И я всегда, смотря, как заработают другие люди, я пытаюсь понять, что у них выигрышное в работе, а что не выигрышное. А что не выигрышное, вообще не надо обсуждать. Я понимаю, почему у нас не получилось. Только цифры, да, почему у вас не получилось. Если вы пригласили двух, а надо было 15, еще анализировать, что у вас не получилось. Я вот так могу сказать, что у вас не получилось. Или знаете, вот это тоже, есть такие вещи, когда, у меня чуть-чуть подойду, есть такие вещи, когда у людей желания богатые, а поведение бедное. Знаете, вот есть такие вещи, когда люди различаются мозгами, мозгами. На самом деле, вот говорят, чем отличается богатый человек от бедного, да, делами, ну, делом, как делом, что значит делом. Оказывается, смотрите, чтобы богатому человеку стать богатым, например, в нашем бизнесе, ты богатому, богатому человеку, который хочет, или деньги говоришь. Надо приглашать людей. Он берет и приглашает. Надо показывать фотологию. Он берет и показывает. Знаете, как выступает бедная. Он говорит, надо приглашать людей. Он звонит через три дня и говорит, я пригласил уже одного, еще надо? Ну, говорят, надо приглашать. Он говорит, вы мне сказали надо, это было один раз. Понимаете, я же работаю по инструкции. Вы сказали один раз? Я один раз пригласил. Скажите, надо еще один раз, я еще один раз приглашу. Вот это моя разница. Богатые люди делают то, что делают другие богатые люди, много раз. Я не знаю, понятно, где я сказала. Я очень хотела сказать понятно. Извините, если я их могу. Вот. И, короче говоря, Юрий Павлович Гречишников, возвращаясь к Тамаре, он, значит, бегает вокруг нее, бегает и говорит, Тамара, Тамара, ну, расскажи, ну, все-таки, как ты стала, ну, как ты стала директором? Она говорит, вы знаете, тоже пункты жизни. Прямо, представляете, надо идти на школу, я же не хочу, я же не хочу в эту школу. Я с детского сада, с сада, заборами, какими-то кустами пробираюсь, да, вы знаете, пробирается, взрослый человек, 57 лет, заборами. Только бы не пойти на школу, в лифт захожу, нет, подхожу, спонсора нет, а у меня спонсор какой-то фамилищный с вами. Спонсора нет, слава Богу, слава Богу. Я подъеду, подхожу, нету Любы, слава Богу, в лифт захожу, нету Любы, слава Богу, и здесь, так скажу, Люба стоит. И говорит, Тамара, собирайся, пойдем на школу. И я понимаю, что все в жизни на самом деле просто. Люди на школу не ходят. Людей на школу надо водить. И чем быстрее вы это поймете, тем результативнее будет ваша жизнь. И Юрий Павлович говорит, Тамара, все-таки, кажется, стала директором. И, знаете, стоит Тамара, вот так положила руки на животе. Говорит, Тамара, ну как, ну как, ну как, ну как, да, я сказала, расскажи все-таки, когда. И, знаете, что делает Тамара? Она делает вот так. Я не знаю, как я стала директором. Вы знаете, в моей жизни этот момент оказался самым главным. Вот это не шутка, он был самым главным. Понимаете, передо мной стоял человек, который зарабатывал 800 долларов. 800 долларов. Который, не зная как, просто делал то, что ему говорили, и стал директором. Она была никакая. У нее не было энергетики. Она не могла запречь народ. Она не могла хорошо петь или танцевать. Она просто делала то, что положено, и не зная как, зарабатывала 800 долларов. Я посмотрела на нее и подумала, Боже мой, по сравнению с ней я здоровый Коля. Если она, не зная как, зарабатывает 800 долларов, я буду зарабатывать 800 долларов. Вы знаете, через год я зарабатываю 800 долларов. В компанию работаю. Почему? Да потому что, вот как достало жить плохо. Есть только один ответ. Вот как достало жить плохо. Вы знаете, причем в этот момент я не обходила за свои работы. Я ушла, кстати, за свои работы, я очень, наверное, плохую фразу скажу для сетевого маркетинга. Секретно, драма уходить, драма уходить. Я закрыла золотого директора, и только потом ушла со своей государственной работы. Я закрыла директор, за следующий год тоже, который не была, я закрыла только потом, я просто не знала, что на Канаре можно ехать работая. Мне никто не сказал. Если бы мне сказали, что на Канаре можно ехать, будучи работником Национального банка, я бы, честно говоря, даже бы не увольнялась с работы еще. Я же говорю, что я здоровый Коль. Нет, на самом деле, я просто хочу вам сказать, Это не значит, что это хорошо, нет, это не значит, что это хорошо, потому что если бы мне сегодня предложили вернуться на работу, вот это первое, что в списке того, что я не сделала бы никогда, было бы вот у меня встречи. Первое, я не хочу возвращаться на государство, я просто, я как представлю, что кто-то может управлять моим временем, мне кажется, это худшее, что может быть у человека. И знаете, наверное, самое важное слово, которое для человека является ключевым, это слово «свобода». Свобода. Маленькое простое слово «свобода». Свобода не от всех, свобода не от всего, а свобода, когда ты делаешь то, что считаешь нужным, даже если это тяжело. Но это я, это я заслужила, это я воспитала, это я создала. Да, тяжело бывает, да, иногда надо подняться, да, иногда надо пить больше, чем выпил бы. Надо. Этим и отличается свобода. А какой кайф, потом на утро никуда не идти. Вот так в моей жизни начался рефлейм, и вы знаете, в этот момент, ну я не знаю, все очень было просто. Я спрашивала, что «Лена, где ты берешь уздей?» Вообще, какие вообще вопросы? Лилечка, а сколько у меня еще времени? Не говори. За пятницу. Я просто подумала, не могу до пятницы. Мы же сегодня пьем. Не могу. На самом деле, вы знаете, с чего… Вот это было главное, это было решение. И когда это решение возникло, я поняла, надо приглашаться. Все, я поняла. Я даже не поняла, что там. В общем, я поняла, надо приглашаться. И я повела в силу. Я встречала людей, и на самом деле, вы знаете, я не могу сказать, что я была пользователем косметики. Я не могу сказать, что я продавала косметику. Что я показывала, у меня была одна цель. Приглашать. Приглашать. Я приходила к людям и говорила, самые простые цепи. Я открывала каталог и говорила, такой хороший каталог, будем сейчас надеть. Видите вот эту цену? Это ваше, а я покупаю дешевле. Если вы хотите, как я, покупать дешевле, все, мы идем туда покупать дешевле. Я никогда не гналась вообще за клиентами. Просто когда вы не гоните за клиентами, потом от них не отбиться. Знаете, вы же ничего не продаете? И они начинают, ну пожалуйста, ну принеси мне. Я только регистрирую. Не надо ты мне. Я только регистрирую. Я не ношу никому заказы. На самом деле, вы знаете, первые, наверное, я на первой каталоге ушла на 3%, в второй каталоге ушла на 9%, через там 3 месяца я была на 12%. Я ничего этого не помню. Потому что в моей жизни было самое главное. Я, поскольку первое образование у меня педагогическое, я могу сказать, что успех в нашей компании, почему огромное количество людей не добиваются успеха или не приходят к желанию. Ну, во-первых, потому что для них успех непонятно что. Но спроси сегодня человека, а что для него успех? Вот что для тебя сегодня успех? Это такая большая пауза. А мы же говорим, люди, добивайтесь успеха. Какого успеха? Люди, идите помыть их из сковорода. Все понимают, вот эта сковородка, вот эта кран, ее надо помыть. А что такое успех? А вот, кстати, задайте себе вопрос, что такое успех? Вот я, Лена Каева, думаю, что успех – это… Я, Света, думаю, что успех – это… Подумали? Кто знает, что такое успех? Хорошо, что вы себя не видите. Вас всего человек 20. То есть все идем к успеху. Правильно, мы же все успешные люди, успехуйте. 20, знаю, хотя бы направление, все остальные идут куда-то. Как вы думаете, куда придем? Оттуда, куда думаем. Знаете, хорошая эта фраза у Кэрола? Алиса спрашивает у кота Чеширского, да? Скажи, пожалуйста, как мне выйти из этого леса? Он говорит, ты знаешь, куда бы ты хотела прийти? Он говорит, ну, куда-нибудь. Он говорит, тогда тебе все равно в какую сторону. Вот когда человек приходит в Арифлейн, он должен понимать, что он хочет. Я хотела денег. Тогда человек говорит, я хочу быть директором. Я не хотела быть директором, я денег хотела. Мне вот нужны были 800 долларов. Понимаете, ни 300, ни 500. Вот как Тамара сказала, она 700 долларов разложила. И я подумала, вот блин, получу 800 долларов и вот так же разложу. Чтобы вот это вот увидеть. Вот так вот, раз, получи, я молодец. Я пошла за деньгами. И когда сегодня мне говорят, не, на что тебя мотивирует? Как любого человека меня мотивирует. Быть здоровым, быть счастливым, быть богатым. Ну, когда ни штуки, да? Ни штуки. Мне так нравятся цифры. Вот я как представлю цифру, 24 тысячи долларов. Думаю, какая красивая цифра. Ну, правда красивая? Ну, скажите, красивая цифра? Правда? Вот я поняла, 24 тысячи долларов. А что же там за ней стоит? На этом уже разница. Поэтому я хотела 800 долларов. И поэтому я людей звала за деньгами. Я реально всех звала за деньгами. Когда приходили люди, я им говорила, значит так, за 20 долларов я не заработаю никого. Все, кому нужно 20 долларов, до свидания. Мне нужны люди, которые хотят зарабатывать 800 долларов. Хотите зарабатывать 800 долларов? Давайте. Встаем, делаем, зарабатываем. Как вы думаете, все, кто хотел, зарабатывают? Нет. Потому что они хотели что? 800 долларов. Зарабатывать? Не хотели. Имели право? Да. Имели. Поэтому главный принцип моей жизни сегодня такой. Знаете, в жизни должен быть баланс. Ну, как в экономике. Ну, как баланс, обычно, бухгалтерский, да? Чтобы было все хорошо, у кого-то должно быть плохо. Чтобы у кого-то было много денег, у кого-то их должно быть мало. И когда мне человек говорит, вы знаете, нет, спасибо, не хочу, я говорю, спасибо большое, я вам очень благодарна. Вы сегодня помогли мне, дали возможность быть богаче. Потому что, если у вас будет мало денег, вероятно, что у меня будет больше, гораздо выше. Спасибо, можете спокойно идти. Живите, живите, продолжайте своей жизнью, не изменяйтесь, главное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому, если говорить о том, что, как мы работаем, наверное, вам это интересно будет. А подскажите, пожалуйста, есть в зале новички, вообще новички? Вот те, кто вообще, вообще... Ага. Ой, так вас так мало. Ух ты, у вас мероприятие просто не для новичков, да, вообще? Ага. Ага, хорошо. Тогда я буду говорить, пугайтесь, да. Новички пугайтесь, здесь работают. Представляете? Здесь работают, за это деньги платят. Вот. На самом деле, если говорить о том, как работаем мы, у нас существует система достаточно старая. Система, которая в свое время привела... Принесли Гречишникова от Белановых. Мы эту систему используем. Это система школы. Обучение достаточно стандартное. Мы работаем два раза в неделю. На офисе мы проводим школы. И регистрированы у Минского, регистрированы на сервисном центре. А на школе мы, на школе мы людей обучаем и пьем кофе. Ну или чай. Поэтому в нашей системе работы обычно школы выглядят так. У нас... Мы снимаем квартиру. Но не регистрируем там. Мы снимаем квартиру, она двухкомнатная. И поэтому в одной комнате мы проводим школу по косметике, в другой мы проводим школу по бизнесу. То есть в один день мы проводим сразу две школы. Для того, чтобы люди, которые к нам приходят, люди приходят разные. Чтобы они могли выбрать. Но, могу я вам сказать точно, обычно выбор склоняется в школу. На школу, где есть деньги. Если все-таки эта женщина затребовала, чтобы ее накрасили. И ее никто не мог разубедить. Ладно, пойдет краситься. Но, вообще, мы говорим о жизни. Мы говорим о дентах. Мы говорим о команде. Мы говорим об успехах. Мы говорим о том, как должен человек жить. То, что называется, о жизни. И школа проходит два раза в неделю. Поэтому у нас все время есть текучка. У нас достаточно хорошее посещение. Ну, через 20-25 каждый день. Ну, каждый в два раза в неделю у нас приходит каждый день на эти школы. Поэтому приходят новички, понятное дело. Поэтому новички – это кровь бизнеса. Если у вас нету новичков, я не знаю. Давайте учить менеджеров. Способом рекрутирования. Учить надо новичков. Что учить менеджеров? Ну, на мой взгляд. Менеджеров надо учить, опять же, на мой взгляд, менеджеров нужно учить уважать себя. Менеджеров нужно учить любить жизнь. Менеджеров нужно учить хотеть больше, чем их соседи, которые живут плохо. Потому что весь секрет нашего бизнеса, хотите ли вы или нет, только в самодостаточности. В этой профессии будет успешен человек любой профессии. В нашей профессии будет успешен человек любой профессии. Будет он шахтер, вахтер, музыкант, программист, инженер, он будет зарабатывать 2 тысячи, 3 тысячи, 7 тысяч, 12 тысяч. Он будет зарабатывать это только в том случае, если он чувствует, что он должен жить достойно. Вот и самый большой секрет нашего бизнеса. Хотите жить достойно? Слободите, дорогие. Спасибо. Огромное спасибо и бухлые аплодисменты Елене Агайбу.